Может быть, немножко рисковатый финал, но я хотел бы, чтобы вы логикой мне действительно объяснили, как эта система работает и сколько у нас победителей с постсоветского пространства реально предзаказали себе Xbox Series X для того, чтобы запустить четвертый сезон Gears 5. Так уж получилось, что я делал видео про новое Олдовое и теперь он попадается ко мне в рекомендации, что просто прекрасно на самом деле. И вот я наткнулся на новое видео, которое было достаточно интересным, поэтому я решил поделиться им с вами. Небольшой спойлер, но всё это видео посвящено тому, что ему крайне не нравится, что на презентации интерфейса Xbox показали игры, которые лично ему не интересны. Но сначала я очень сильно хочу похвастаться, ведь мне приехала RTX 3080 Founders Edition. Я еле урвал её на официальном сайте продаж NVIDIA и, блин, это был самый трэшевый стрим за последнее время. Поэтому весь геймплей, который будет в этом видосе, записан в Doom Eternal на максимальнейших настройках на RTX 3080 и надеюсь, что вам это понравится. Кстати, ссылка на мой твич в описании. Ну что ж, давайте не будем откладывать весь этот поток смазбродства, который нас ждёт и приступим. Но вернёмся к этим нашим интерфейсам. Если мы возьмём ту же самую там тему с PlayStation 5, нам показывали, что вы можете смотреть видос в процессе того, как вы играете. Когда я вам рассказывал по поводу загадки с пианино и с первого Silent Hill, как дела обстояли в те давным-давно ушедшие времена. Ну, типа теперь всё делается довольно-таки легко. Столкнулся с какой-то сложностью на каком-то месте, просто включаешь сбоку прохождение, ютубчик или хинт и проходишь нормально. Всё стало юзер-френдли. Времена меняются, это нормальный порядок вещей. Так, типа и должно быть всё устроено. Да, дорогие друзья, одной из основных вещей в интерфейсе PlayStation 5 будет то, что вы можете подглядывать прохождение. Это ведь очень важная фича, особенно в таких детских играх, как Сыгбой Адвенчур. Я могу представить варианты, в которых это было бы довольно удобно, действительно. Но вот в чём не задача, о чём не упомянул новые олдовы, то что эта функция доступна только тем, кто оформляет платную подписку PlayStation Plus. То есть Sony создаёт такой paywall между вами и возможностью просто смотреть прохождение во время игры, а не открывать его на телефоне. То есть, guys, если вы ещё не поняли, это премиум-функция. Неплохо, правда? Насколько же это юзер-френдли? Но, понимаете, самое главное, на фоне чего были продемонстрированы эти самые интерфейсы. PlayStation досталась весьма немало за её вот эту вот самую политику, что изначально они говорили, мы готовы всецело пересесть на Next Gen, а потом оказалось, что тот же самый, например, там, Miles Morales и следующий Horizon, они выходят и на Current Gen. Хотя мы посмотрели вот эти вот самые мелочи, которыми PlayStation двигается в следующее поколение. Непосредственно SSD в Ratchet & Clank и в том же самом Miles Morales. И вы видели вот эти вот самые загрузки, которые происходят буквально за секунду. Ну, вы вот сейчас видите этот момент у себя на экране. Мы можем вернуться к временам загрузки из PlayStation 4. Да, пока концептуально это не новые игры, потому что нас держит предыдущее поколение, но мы уже видим вот эти вот фишечки, что люди, как минимум из внутренних студий, над этим работают. Да, гай, с основными фишками PlayStation 5 будут то, что там можно смотреть прохождение за платную подписку и то, что там есть SSD. И этот SSD, очевидно, уменьшает время загрузки. Но это не самое главное, что меня беспокоит. Переход на новое поколение для этих людей ощущается как что-то такое, знаете, эксклюзивное. То есть эти игры не должны появляться на предыдущей консоли. То есть ты, играя на новом поколении в Человека-паука на 60 фпс с быстрыми загрузками благодаря SSD, будешь так сильно горевать, что на PlayStation 4 вышла та же самая игра в худшем качестве. Поэтому это не настоящий next-gen. Это примерно как считать, что если Nvidia выпускает RTX 3080, то на ней должны быть эксклюзивные игры, которые не стоит выпускать на предыдущих поколениях видеокарт. И что играть в эти игры на лучшем фреймрейте и с увеличенным разрешением недостаточно для того, чтобы это считалось новым поколением. Но теперь представьте, что вы на месте Sony. У вас есть PlayStation 4, одна из самых продаваемых консолей в истории, которая есть во многих домах. А ещё у вас есть PlayStation 5, которая выходит в этом году, и очень мало людей её действительно получат, потому что очень ограниченное количество консолей. Вы выпускаете игру, которая стоит 60-70 долларов. Хотите ли вы делать её эксклюзивной для новой консоли, учитывая, какие деньги вы потратили на её производство? И когда речь идёт о таких больших деньгах, как деньги с продажей игры, мне кажется, не особо разумно прислушиваться к словам тех, кто является такой небольшой прослойкой фанбоев, которые считают, что если игры на их консоли присутствуют где-то ещё, значит, они не настоящий Next Gen. Это довольно смешно на самом деле. Неужели это действительно их так заботит? Ну и вообще, знаете, по поводу интерфейса. Демонстрировался он на фоне следующего Сэгбоя, который опять будет, может быть, не чем-то таким великим. Очередная лаунч-игра, в том числе, которая выходит на предыдущем поколении. Но это, понимаете, это следующая игра. Это типа новенькая, вот как бы она вам нравилась или не нравилась. Или тот же самый там Destruction All Stars. Это тоже такой эксклюзивчик, что-то в духе твистед металла и, в общем, всего такого Фортнайта обрамлённого, чё нынче популярного определённого рода аудитории. Опять же, была обоина с Рэчетом и Кленком, которые стартуют в 2021 году. Я не дико воодушевлён по поводу этих игр. Мне бы вот если бы дали Days Gone 2, я был чертовски сильно доволен. Но это конкретно мои темы. Но всё-таки, понимаете, это было продемонстрировано на фоне чего-то того, что ожидает нас в дальнейшем. И вот после этого я увидел этот самый интерфейс, который вроде даже назывался немножечко иначе. Видос на канале Иксбокса как Шоукейс Некстгена. Мне казалось, что мои видосы высосаны из пальца, но это какой-то совершенно новый уровень. Новая Алдова действительно снял 20 с лишним минут ролик про то, как показывали интерфейс двух консолей. И я, если честно, не понимаю, к чему эти видео в принципе нужны. Ну, то есть все эти интерфейсы сделаны, чтобы быть максимально понятными любому, кто запустит консоль. Зачем нужно целое видео о том, как работает и выглядит интерфейс, который почти идентичен тому, что был раньше. Я понимаю, что нужно поддерживать хайп по поводу новой консоли. Но мне кажется, что всё зашло немного далеко. Нам показывают гайды про то, как переворачивать консоль. Нам показывают гайды по тому, как пользоваться интерфейсом. Это самый скучный релиз новых консолей за всё время. Но мне нравится, какую цель здесь преследует новая Алдовая. Он говорит, что самому ему эти игры не интересны, да и то они выйдут на постген. Но зато интерфейс показывает на фоне чего-то нового. Да, у Sony действительно есть классные эксклюзивы, это преимущество, не поймите меня неправильно, но тем не менее. Показ интерфейса на фоне игры с Xbox Adventure ни в коем случае мне не кажется каким-то большим преимуществом PlayStation. Но это всё подводит нас к интересной идее этого видео. О том, как видео про интерфейс Xbox'а хуже, потому что его показывали на фоне старой Gears of War 5. Ах, это просто прекрасно. Посмотрите, вы сейчас всё отлично видите на своих экранах. Вы видите, вот какая основная игра торчит в этом самом левом боку. Для тех, кто в танке, даже написано «Сезон 4». Ну вот всё там, это же опять это вот говно мамонта, а. Но давайте разберём, что есть из новиночек на этом самом экране. Бета-колды. Колда не входит в Game Pass. Это будет полноценный 70-баксовый релиз. Здесь есть Cyberpunk, опять же, не входит в Game Pass. Заплатите за него фулл прайс, как на всех остальных платформах. Есть вот эта вот самая «Грязь 5». Весьма неплохие, суть по всему, гонки. Их Microsoft часто показывали в своих видосах. И что-то у меня, знаете, было такое мнение, что они будут в Game Pass. Это действительно приятно. Это такой тайтл, пусть он выходит в том числе на всех возможных платформах. Но понятно, что в Next Game он будет использовать некоторые фичи, которые не свойственны предыдущим поколениям железок. И я такой захожу на сайт того же самого Microsoft'а, чтобы увериться до конца. И вы, как говорится, видите то, что вы сейчас видите. Помните, не столь давно были вот эти вот самые пердящие видосы в ру-сегменте YouTube'а насчёт того, что там Sony стартует с 70 баксов. И неважно, сколько я пруфу предоставлял в своих видео, что не только Sony, а вообще многие другие компании переходят на 70 баксов. Ну, для пердёжников как бы это не столь важно. Вот то, что вы конкретно видите сейчас, это на сайте Microsoft по поводу вот этой вот самой «Дёрт 5». То есть её как бы тоже нету в Game Pass'е. На самом деле, до этого я сам посмотрел показ этого интерфейса, и мне всё довольно-таки сильно понравилось. Например, они показали быстрый переход из одной игры в другую, рассмотрели, как игры работают на новой консоли, да и просто упоминали, что подписка Electronic Arts объединится с Game Pass'ом, что довольно круто, и Челик даже сказал, что «Блин, наконец смогу поиграть Titanfall 2 на Xbox Series X». Но новая Алдова я опять недоволен, потому что на экране нет ни одной игры нового поколения. При том, что Gears of War 5 показывается именно для того, чтобы рассказать, как игры изменятся на новой консоли и какие улучшения ждут игры с Xbox One. Более того, он придрался к тому, что в интерфейсе консоли рекламируются новые игры, что всегда было на консолях. И на самом деле это какое-то огромное упражнение по ментальной гимнастике записывать в минусы то, что ему казалось, и ему почему-то виделось, что Dirt 5 должен быть в геймпассе. Всем было очевидно, что игры на всех платформах будут стоить по 70 долларов-евро. Братан, интерфейс консоли не виноват в том, что ты плохо информирован. Все, что остальное вы видите на этом интерфейсе, это старое говно-мамота. И вот знаете, что меня немножечко опять же разочаровало? Что нам показывают вот эти вот самые пятые гири, а я-то помню этот момент, потому что я делал обзор, потому что вы меня попросили, чтобы я сделал обзор. Я видел этот момент изначально в трейлерах. Я видел, когда этот момент показывали якобы там в некоторых следующих next-genовых решениях, и нам снова показывают этот бавший спуск на веревке. Мне кажется, я некоторые игры на Денде, для того, чтобы пройти до конца немеренное количество раз умирая, не столько раз видел визуально, как наблюдал этот самый момент спуска. И для тех, кто в Танке, вот знаете, этот четвертый сезон Гирь, это не какая-то там сингловая кампания, это вот очередные плюшки для онлайна, потому что сингл вам продали давным-давно, в 2019 году, ну условно продали, кто купил геймпасс и прочее. То есть новых, еще раз скажу, ААА игр от Микрософта в геймпассе не было. Мне не важно, как вам нравятся Ории, эстетические или что-нибудь еще, эта игра по продакшену не входит в ранг ААА игры, ровно как Gears Tactics, она тянет на игру около категории B. Если бы это была такая же ААА, у нее были гораздо большие продакшен values. Следующей из линейки гир ААА игра будет Gears 6, точка. Я уже говорил об этом, но Gears War 5 действительно показали, чтобы рассказать игрокам, насколько преобразятся игры для Xbox Series X. Поэтому разумно действительно делать этот показ на фоне игры, которая есть у большинства владельцев Xbox One. В том числе и на фоне момента, который знаком всем игрокам, которые хотя бы начинали игру. И да, это еще один классный пример того, насколько он малоинформирован. Ведь для Gears War 5 действительно выходит сюжетная DLC с кооперативом на трех игроков, которая будет развивать сюжет игры. Я не понимаю, как мы перешли с темы интерфейса на тему того, что есть, а чего нет в геймпассе, но очевидно, теперь мы двигаемся в этом направлении. Давайте же посмотрим, что он скажет. А, ну да, если игра не является ААА проектом, то вам запрещено получать от нее удовольствие, и она не достойна того, чтобы быть на вашей консоли. Я понимаю, что не всем нравятся инди или какие-то игры, которые немного бюджетные. Допустим, Айтипедий не играл в Хатлайн Майами по этой причине. Но тем не менее, мне не понять помешанность на факте того, является игра ААА или нет. Потому что всем понятно, это начало поколения, и все ААА проекты, которые будут эксклюзивными для консоли, выйдут немного позже. Соответственно, большинство будет играть в ААА проекты, которые выходят везде, то есть Cyberpunk и Call of Duty. Ну и вообще, факт того, что в предрелизном видео показы интерфейса консоли не показали новых ААА игр, очень сильно озадачил нашего товарища. Но ради дома давайте не будем забывать, что та же самая PlayStation 5, она стартует с PlayStation Plus коллекцией. Вот сейчас вы видите список игр на своем экране. Это вот то, что будет у вас в PlayStation Plus коллекции на старте. Тут есть и Days Gone, и тот же самый четвертый Uncharted, и многострадальный для ПК аудитории Bloodborne, ну и прочие остальные игры. Там Resident Evil 7, в преддверии того, если вдруг вы не играли в восьмерку, которая выйдет, судя по всему, в 2021 году. То есть, все это большие ААА тайтлы. Нужны ли они мне? Ну, понимаете, я то, что из этого хотел, я давно купил и прошел. Нужны ли они другому человеку, у которого не было предыдущего поколения? Вполне возможно, это хороший такой стартер-пэк для человека, который, допустим, пропустил ту же самую PlayStation 4. Здесь далеко не все, но есть кое-что. И это кое-что, как минимум, ААА. Да, дорогие друзья, не важно, какая это игра. Главное, чтобы это было ААА. В общем и целом, я примерно понял, к чему все ведет. Новый Алдовая начал со сравнения интерфейсов. Но в итоге просто вернулся к теме своего предыдущего видео. Мы просто обратно окунаемся в сравнение Xbox Game Pass и PlayStation Plus Collection. Вот это да. Далее будет следовать огромный сегмент о том, насколько геймпасс бесполезный. Но мне это кажется уже немного забитой темой. Ведь все уже давно было сказано и все пришли к своим выводам. Но тем не менее, у нового Алдового все еще пригорает с того, что людям действительно нравится геймпасс, и люди видят в нем какую-то классную фишку. Это не дает ему покоя по ночам. О чем я здесь говорю? Микрософты гнали к старту следующего поколения с Halo, которого у них нет на старте. У них главная игра в менюшке следующего Xbox'а Geary 5 2019 года. Все остальное из новых игр вам придется покупать по фулл прайсу. Assassin в том числе было конкретно показано в этой самой презентации. Он стоит свои 60 баксов. Как он будет стоить на Next Gen'е, той же самой там PlayStation 5. Cyberpunk тоже будет стоить свои там 60 баксов. Dirt точно так же будет стоить свои 70 баксов. Геймпасс еще? Долго ждать, когда там что появится. Нерелизных дат пока ничего. То есть еще раз повторю, дорогая по производству, по продакшену игра, это пятые гири, которые вышли в 2019 году. И майки такие, мы должны следующую консоль стартануть в 20-м, у нас будет вот это вот Halo, Halo отвалилось. Новых игр нет. Офигеть, гайз. С новой Алдовый узнал, что игры стоят денег. Именно поэтому Xbox Series X проигрывает PlayStation 5, потому что... На самом деле я сам не понял почему. Потому что у них Gears of War 5 в главном меню. Но я понимаю, к чему он клонит. То, что на PlayStation появляется что-то новое, а Xbox выходит, знаете, без этих новых крутых игр. И я был из тех, кто действительно ждал Halo. Я бы хотел, чтобы ее выпустили прямо сейчас, но я понимаю, почему ее отложили. Я надеюсь, что это будет действительно классная игра. Но, тем не менее, большинство покупает новую консоль не только ради эксклюзивов. Людям хочется поиграть даже в те же самые игры, но в улучшенном качестве. Поскольку нынешние консоли уже еле вытягивают современные игры. И что плохого в том, что человек захочет купить новую консоль, чтобы поиграть в мультиплатформу. Ведь по статистике только 20% играют в эксклюзивы. Большая часть просто хочет поиграть в новую клуб Детели Киберпанк. Является ли для них минусом то, что на PlayStation есть вот две игры, а на Xbox их нет? Является ли для них минусом то, что на Xbox нет аналога с Экбой Адвенчур? Та же самая PlayStation, понимаете, я думаю, вполне легко могла бы, если бы Microsoft и не подгоняли ее своей пустотой, поставить релиз где-нибудь на время каникул 2020-2021 года. Легко. И релиз Ретчета, по-моему, вроде как теоретически намечен на январь, его можно было бы подогнать как раз к этим новогодним праздникам, чтобы там линеечка чуть пополнилась, что-то может быть еще допилить, конкретную дату поставить второго бога войны, что типа там в середине лета 2021 года, сразу после старта PlayStation 5 на рубеже, вы получите следующий бог войны, а пока поиграйте там в PlayStation Plus коллекцию первой, если вы пропустили, ну или какие-то новые игрушки, которые у нас уже есть. То есть как минимум 100 пудов было бы чего-то побольше, и времени на доработку этого чего-то побольше было, соответственно, бы поболее. Но они были вынуждены гнаться за Микрософтом, которые не предоставили, по сути, ни одной новой игры. Ну вы смотрите на эти пятые гири из 2019-го в углу экрана, а возьмем тот же самый 2020-й, да, вот сейчас. Не беру даже Final Fantasy VII ремейк. Мы возьмем тот же самый там Одни из нас, который вышел в июне, и Ghost of Tsushima вышла ближе к концу июля. Но знаете, на этих двух играх, даже вот без учета, опять же, седьмой финалки, вполне легко можно доехать до конца 2020-го года. Ну типа у тебя два весьма ожидаемых айпишника вышли в середине лета, и большинство здравомыслящих людей, которые не наблюдают каждодневные стримы, они как бы, ну у них на прохождении игр, там что-то предыдущие остается, мелочи всякие жизни, знаете, там всякие семьи, работы, вся вот эта вот там. И так, как бы, у них этого добрища, ну, тоже хватает. И поэтому до конца года на двух, как минимум, своих играх доехать чертовски легко. В то время, когда у Майков последняя ААА вообще 2019-й. Итак, дорогие друзья, мы нашли того, кто во всем виноват. Фил Спенсер, ах ты такой, ах, плохой человек. Из-за тебя бедная PlayStation была вынуждена пораньше выпустить консоль. Именно из-за тебя все эти игры выйдут позже. Фил Спенсер, зачем ты это делаешь с PlayStation? Зачем ты свою пустоту выпускаешь тогда, когда должна выйти PlayStation 5? Ведь PlayStation 5 могла бы выйти попозже, и тогда бы у нее была более сильная линейка. Это ведь не ответственность Sony. Ведь не Sony выбирает даты релиза. Это все плохой Xbox, плохой Microsoft. Даже когда Sony имеет какие-то проблемы, люди, которые предпочитают эту платформу, винят кого-то другого. Дескать, Xbox выходит пораньше, и поэтому PlayStation были вынуждены, бедные такие, выпускать консоль тоже раньше. Ведь вся эта приверженность и лояльность к PlayStation просто ломается, если консоль выйдет позже. Ведь те, кто любят God of War, сразу же побежали бы покупать Xbox, если он выйдет раньше. Но этим он лишь принижает PlayStation, и по сути говорит, что они не готовы к релизу консоли. Боже, это настолько смешно. Новая Олдова это 300 IQ гений нашего времени. Находить такие интересные связи между событиями доступно не каждому. Мы имеем дело с мегамозгом Ютуба. Нам следует быть осторожнее, гэс. И опять же, здесь по поводу геймпасса, который уже доверху завален всякой индюшатиной и различного рода давным-давно издохшими проектами. Мы не говорим о той же самой PlayStation Plus. Вот буквально в этом месяце там раздавали вампиры и Need for Speed. Иногда бывают игры около категории B. Но в целом вы каждый месяц получаете полноценные две триплые игрушки. И плюс на старте PlayStation 5 у вас будет вот эта вот самая большая PlayStation 5 коллекция. То есть, как бы, есть такое добро, понимаете, не то, что сказать, люди без него сидят. Вопрос, нужно ли кому-то это. Такая система, она как бы существует. Просто никто ей не бравирует. Там тоже выходят игры относительно свежие. Если они не выходят, те же самые скидки на мой любимый Days Gone, они падали чуть ли не до 1000 рублей. Death Stranding можно было купить в том же самом PSN, по-моему, меньше, чем за две штуки. Постоянно есть какие-то скидки. Постоянно есть различные возможности. Для кого нужно, есть как бы вторичка. Я не уповаю на это, я просто говорю, что эта система существует как факт. И вот мы нифига не плавно перешли от сравнения интерфейсов к тому, что Xbox Game Pass на самом деле очень плохое предложение. И лучше покупать игр по скидкам в PSN. Это очень классный аргумент, но я не понимаю, к чему он здесь. И я не согласен, что там только инди, потому что если посмотреть на список, каждый найдет для себя что-то интересное. Допустим, для меня это Nier Automata и Ведьмак 3, которые я хотел бы испытать на новом поколении. Я оставлю ссылку на список игр для Xbox Game Pass в описании этого ролика. Поищите игры, которые вам интересны и напишите их название в комментариях. Если же не одна из этих игр вам не интересна, то также напишите об этом. Потому что я, поставив себе какой-нибудь Xbox Series X, залетел бы в Halo, потом посмотрел бы на Ведьмака, потом поиграл бы в Rainbow Six Siege Deluxe Edition, который теперь тоже доступен по подписке, и сдобрил бы это какой-нибудь инди-игрой. И учитывая, что все это в цене одной подписки, я не уверен, что это настолько же выгодное предложение, как PlayStation Plus. PlayStation Plus там же целая библиотека игр, почему бы и нет? И единственной причиной этого сравнения, в принципе, существования данного видео, я считаю просто то, что у нового Олдового немножко, немного подгорает с того, что людям наконец-то начинает нравиться Game Pass. И многие приводят его в аргумент того, что Xbox действительно хорошая платформа. Я не знаю, зависть это или какая-то обида на то, что PlayStation теперь не столь интересна людям, но тем не менее, это просто крайне протешно. Как взрослый человек, плея слюной, рассказывает о том, какая-то плохая система на этом Xbox, и никто, никто не купит Xbox, пожалуйста, не покупайте его. Как же круто в 7 утра под пивас такой смотреть. Может быть, Assassin's Creed Valhalla появится, я не знаю, через год, через два в Game Pass. Есть там Watch Dogs, а? Есть там другие части Assassin's Creed в Game Pass. Может быть, стоит подождать еще пару лет. Вот сегодня, если ты хочешь поиграть в эту самую условную Valhalla, потому что, ну, особо другого ничего нет, плати фулл прайс. Хочешь поиграть в Watch Dogs 3, плати фулл прайс. Расписания-то конкретного нет, что это будет 12 апреля, 2000, хе-хе, какого года. То есть, будущей студией Microsoft, ну, пока неизвестно, че и как, да? Halo становится батл роялем, Geary приходит на третий сезон собирания скинов, чтобы вы каждый месяц оплачивали эту историю, а другого сингла, полноценного, ААА, вы с 2019 года не видели пока. И неизвестно, когда, но написано 21, но вы понимаете, что вся эта история может сдвигаться. За игры-то все равно приходится платить. И приходится платить за них фулл прайс. Итак, гайз, проблема геймпаса в том, что в нем не появляются все новые игры от всех разработчиков. Это, можно сказать, его ахиллесово пита. Фил Спенсер нас всех обманул, на самом деле, Xbox Game Pass это действительно бесполезная штука. Ведь новым Молдовам придется платить за какие-то игры, как так-то. При том, что Microsoft говорили, что там будут появляться новые проекты от их внутренних студий, первый день релиза, есть анонсированные игры, которые точно там появятся, вроде Stalker 2. Он вписывает в недостатки геймпаса то, что там не будет новых игр от Юбисофта. Мне кажется, что ментальная гимнастика зашла слишком далеко. Потому что я уже заработал себе растяжение. Также наш дорогой друг является отличным примером человека, который где-то что-то услышал и подает это как истинный факт. Допустим, что есть слух, что в Halo появится Королевская битва. Новый Олдовый услышал, что новый Halo будет батл-роялем. Ну ладно, допустим, что в Halo будет батл-рояль. То есть вот будет сюжетная кампания с кооперативом, будет мультиплеер и будет отдельно батл-рояль. Каким образом это портит игру? Этого достаточно, чтобы списывать её как неудачу? Мне кажется, нет, но очевидно, наш сегодняшний гость совершенно другого мнения. Не поймите меня неправильно, я не являюсь каким-то защитником Xbox'а. Мне на самом деле плевать, где люди играют. Я считаю, что главное, чтобы люди получали удовольствие. Но когда я вижу подобное, это просто невозможно терпеть. Тут любой станет фанатом Xbox'а. Я не знаю, может быть мне реально кто-то объяснит, я может что-то не очень хорошо увидел в этом дашборде. Может здесь где-то спрятаны вот какие-то истории, когда киберпанк будет в геймпассе. Счётом того, что его снова передвинули. Или когда колда будет в геймпассе, как минимум с того, что нарисовано. Когда ассасин будет в геймпассе. Потому что помимо того, что если вы хотите поиграть в новые игры от сторонних разработчиков, вам нужно за них заплатить, так вы ещё за этот самый геймпасс тоже должны заплатить. За PS Plus, ну там типа хотите, не платите. Ваш Fortnite всё равно там бесплатно работает, если вы рубите в него. Если хотите, платите за него, получайте там по своей две игры в месяц. Нормальные такие тоже игры, из прошлого, из нынешнего поколения. То есть как бы то же самое, какая разница, о чём разговор-то? Окей, к этому моменту видео новая олдовая уже напоминает какого-то торговца с рынка, который пытается загнать вам свой хлам. И параллельно говорить, насколько его товар лучше, чем торговца через дорогу. Если это именно и есть ваш новый консольный гейминг, то я на самом деле рад, что купил себе 3080. Но если говорить серьёзно, то мне просто очень жаль этого человека, и я надеюсь, что он найдёт всю необходимую помощь. А также благодарен вам, что досмотрели это видео до конца. Спасибо вам огромное. Сразу же после выпуска этого видео я стартую стрим на Твиче, так что можете заглядывать, ссылка в описании. Лишь малая доля людей, которые смотрят мои видео, подписаны на канал. Так что обязательно подписывайтесь, и возможно в следующий раз Айтипедия нас заметит. Давайте увеличим этот процент. Обязательно загляните в список игр Геймпасса, и расскажите в комментариях, какие из них вам интересны. А также залетайте в нашу Дискорд-группу ВКонтакте. Огромное спасибо всем платным подписчикам с Твича, которых вы сейчас видите на экране. Каждая из них финансово поддерживает меня, и я очень благодарен, потому что меня недавно уволили с работы, и я могу делать такой контент благодаря этим людям. Сейчас трудные времена, дорогие друзья. Надеюсь, что вы обезопасили себя по максимуму. Одевайте маску и перчатки, и старайтесь лишний раз не выходить на улицу. А если вы слушали это видео на работе, то хорошего рабочего дня, надеюсь, что у вас все будет круто. Осталось немного, пятница уже близко. А так, залетайте сейчас на стрим, и всем остальным пока. До скорых встреч.